Музыка Хорошо получилось. Мне особенно понравилась песня. Какая? Один народ и сердце одно. И я хотел бы поговорить действительно об одном народе. И как этот народ специфически воспринимал вообще все, что ему говорили. Когда Иисус обращается к Своим ученикам, и Он дает им великое поручение, идите, проповедуйте. Куда надо было идти проповедовать? Ну, место какое? По всему миру. По всему миру. И как они это поняли? Они прекрасно поняли. В другом месте перед Вознесением Христос говорит Своим ученикам, вы примите силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и даже знаете где? Самарии. А потом говорит, ну, может даже до края земли. Но край земли у евреев где-то закончился пределами Иудеи. Ну, вот как они видели свое государство, как они его понимали, так край земли у них, извините меня, и закончился. Читая дальше в Деяниях историю, когда Петр пошел в дом Корнилия, в общем-то, братья из обрезанных, его, извините меня, не очень поняли. И призвали его к ответу и спросили его, зачем ты ходил в дом к язычникам и что делал с ними? Ел. Ему пришлось, в общем-то, объясняться. Не то, что оправдывается, он говорит, слушайте, у меня было такое введение. Я вообще до сих пор его понять до конца не могу. Знаете, когда он увидел это введение, ну, знаете, спускались три раза, и там были разные животные, и Бог ему говорил, заколи, и... Ну, я считаю, что любой украинец понял, можно есть свинину. Ну, то есть, старт дан, можно начинать. Но Петр сел и думал, что бы это значило. То есть, он до конца не понимал. И мы видим, что после этого, как он объяснил всем, братья, в общем-то, успокоились и пошли и проповедовали только евреям. Ну, почитайте, Деяние 11-го ввода, написано, что они пошли и проповедовали только иудеям. Все. Это откровение, оказывается, проникало в сознание евреев достаточно непросто. И первая церковь, она состояла исключительно из евреев. Первые, ну, некоторые историки говорят, 14 лет, некоторые 20 лет. Но это было такое собрание евреев. И когда Павел начинал свое служение, он начал его, как это ни странно, с евреев. И когда они не приняли, он понес это слово язычникам. И дальше Павел в 11-й главе послания к римлянам говорит, послушайте, я апостол язычников. Я, говорит, прославляю служение мое. И меня интересует, не возбужу я ли ревность у кого? У евреев. Оказывается, служение, которое было начато апостолом Павлом, оно направлено было, вы знаете, на кого, да? Получается, вообще на евреев. Несмотря на то, что он служил верующим из язычников, он на самом деле думал о евреях. Евреи были странные ребята. Они приносили, знаете, праздник искупленных. Какой это праздник у нас? Следующий за ним. Вот этот праздник искупленных. Когда они уже торжествуют искупление, которое они пережили в Йом-Кипур. И вот тогда приносили 70 жертв по числу народов земли. И мы до сегодняшнего дня, в общем-то, должны понимать эту простую мысль. Искупленные должны ходатайствовать за неискупленных. Ну, это нормально, да? И евреи на протяжении достаточного долгого времени, они приносили жертвы за другие народы. И когда пришло время других народов, они не поняли, что на самом деле их молитва и жертвы, наконец-то, и на сегодняшний день наступило время, когда дверь спасения достаточно широко открылась для всех народов. Но эта дверь спасения, которая открылась для всех народов, в общем-то, она никогда не была закрыта для евреев. И все остальные народы, они должны были служить тем, чтобы возбудить ревность по Богу у евреев. И на сегодняшний день ничего не поменялось. Это сознание должно прийти уже к верующим Нового Завета, что в нашей жизни должно происходить нечто такое, что должно возбудить ревность у евреев. Я понятную мысль излагаю, да? Послушайте, достаточно просто. Мы хотим видеть Его славу, но эта слава должна быть такой, очевидной, чтобы евреи возревновали о своем Боге, который являет чудеса и славу, вы знаете, не в Его народе, как они это считают. В свое время на улицах Иерусалима была явлена такая слава, чтобы всем было понятно, что присутствие Его в храме закончилось, завеса разорвалась. Да он мудро рассказывает нам эти истории о том, что евреи хотели скрыть позор, закрыть двери храма, зашить завесу, но для всех было понятно, руками апостолов на улицах Иерусалима происходили чудеса и знамения, настолько явные, что всем было понятно, где находится сейчас Всевышний, где Он являет свои чудеса, и это было явно. На сегодняшний день точно так же должно быть явно проявленное присутствие Господня в наших служениях, чтобы евреи возревновали и сказали, это же не только их Бог, это, в общем-то, по большому счету, наш Бог. И апостол Павел, он ревновал о том, чтобы его служение язычникам возбудило ревность у евреев. Это как бы, ну, вроде не очень сложные вещи, да? Но мы сосредоточены иногда в деле спасения, знаете, на ком? На себе. Мы понимаем, что евреи были странные ребята. Они, в общем-то, думали о приходе Мессии, о спасении Израиля. Ну, я вам скажу, вы знаете, кроме этого они думали о своем спасении. Для них, в общем-то, жизнь в соответствии с верой и законом обозначала тоже спасение. Но несмотря на то, что мы не обращаем внимания на эту часть их жизни, мы внимательно смотрим на их понимание спасения Израиля в виде восстановления Царства Израиля. И у нас выпадает из нашего фокуса та часть, которая называлась личное спасение. Жизнь в соответствии с верой, исполнение закона в Маше. Это была норма для них. Но кроме этого, они еще ревновали. О чем? О восстановлении Царства Израиля. И вы знаете, эта ревность, она не была напрасной. И это правильная ревность, потому что восстановление Царства Израиля – это исполнение, в общем-то, пророчеств, которые до сегодняшнего дня еще, извините меня, не исполнились. Евреи иногда говорят, вы верите в Мессию Царя, вы верите, но это неправильная вера. Нет, просто время пророчества, исполнения еще не настало. Когда он вернется во второй раз, что произойдет? Он придет за искупленными. Ну, понятно, эта часть, понятно, это для нас все. Он установит Царство Израиля. Наступит время исполнения пророчеств. И когда апостолы слушали Христа, их интересовал вопрос, не в селье ли время Господи Ты восстанавливаешь Царство Израиля? Их интересовал этот вопрос. Но нас сегодня, пожалуй, этот вопрос не очень интересует. Послушайте, я думаю, что Церковь потеряла эту часть. И говоря о том, что, гради Господи, мы ждем Твоего пришествия, мы зачастую не понимаем, что в связи с Его пришествием Царство Израиля, оно будет? И мы хотим Его пришествия, значит, мы хотим по-настоящему и восстановления Царства Израиля. Евреям было трудно понять. Знаете, когда Писание говорит «уразуметь», я понимаю, что будет трудно понять. Захария в свое время пророчествовал, говоря о том, что народу Израилю необходимо и уразуметь спасение в прощении грехов. Первая глава Луки, 77 стих. Это трудно понять. Сегодня мы это хорошо понимаем. Не все, по-моему. Это надо понять. Мы имеем прощение в спасении грехов. Это Евангелие. Но вторая часть с Его приходом будет восстановлена Царство Израиля. И мы должны ревновать о том, чтобы Его народ, как Он сказал, «Доколе вы не скажете, баруха бабы, шема донай, я не приду». И сегодня часть нашего служения, она должна быть направлена, безусловно, на всех людей в этом мире. И это и неотъемлемая часть нашего служения. Евангелие, оно нужно для всех людей в этом мире. Но, во-первых, для иудеев. Во-первых, для иудеев. Потом, для всех остальных. И если мы хотим приближать Его возвращение, если мы хотим приближать восстановление Царства Израиля, то без служения евреям это невозможно. Еще раз? Ну, слушайте, это невозможно. Я разговаривал с разными служителями, и я спрашиваю, «Вы хотите этого?» «Да». И как-то мы общались с одним пятидесятническим служителем, и мы говорим, «Так вы ничего для этого не делаете». Он на меня обиделся. Я иногда говорю такие резкие вещи, чтобы вызвать внимание. Он говорит, «Как?» «Мы проводим это, это, это». Я говорю, «Послушайте, вот это все хорошо. Вы служите многим людям. Но вы не приближаете, потому что вы не служите евреям. А только тогда, когда они скажут, все начнет происходить». В свое время евреям трудно было понять, что, оказывается, Евангелие принадлежит не только евреям. Трудно. Но вы знаете, благодарение Богу они собрались, по долгому размышлению решили, что не будем усложнять все для верующих из язычников. Они долго размышляли, это было непростое решение. Но по милости Божьей они и таки решили это и понесли Евангелие всем народам земли. Я думаю, что мы живем в то время, когда все народы должны догадаться, что уже наступает время нести Евангелие Израилю. Уже наступает такое время. И мы должны возревновать об этой части нашего служения. Мы должны вспомнить о том, что Евангелие принадлежало евреям. И они поделились с ним. Теперь нужно, чтобы они его получили обратно. И когда они его получат, они скажут, Арухаба бешем Адонай. А когда они это скажут, наступит его пришествие и восстановление царства Израиля. Аминь. Я был крат. Скажем Адонай. Субтитры создавал DimaTorzok